Амаш в переводе с французского означает преклонение. Выставочный проект «Сутин. Легенда Атлантиды Литваков» белорусского автора Олега Попельского – дань преклонения перед великим живописцем и земляком Хаймом Сутиным. История возникновения нашего, скажем так, интереса к Сутину состоит в том, что уже долгие годы мы занимаемся созданием ряда работ, связанных с раскрытием темы многокрациональной Белоруссии в ее сакральных ценностях. То есть эти ценности мы хотели бы представить в камне. И в этом наша выставка, наша коллекция уникальна. Выставка белорусского автора Олега Попельского – это 15 сюжетов из жизни Хайма Сутина. Она рассказывает о том, что было бы, если Хайм не умер в Париже, а возвратился бы в Беларусь. «Коле теплой хаты души». То есть здесь на этой работе мы видим самого Хайма Сутина, он в центре этой работы. И они представлены на фоне холодной синагоги Минска, которая стояла когда-то на Немиге. Это исторический факт, это действительно, эта синагога простояла там 450 лет. Она была снесена потом в 65-м году. И рядом здесь находится вот такой показан момент, где обучались еврейские дети. Хайм Сутин является ярким представителем еврейского народа, который проживал долгие годы на территории Беларуси. Эта диаспора была многочисленна, если говорить более точно, являлась одной из самых крупных диаспор в Европе. Здесь проживало свыше одного миллиона человек еврейской национальности. Хайм Сутин родился в 1893 году в деревне Смиловичи, Минской губернии, входившая в то время в состав Российской империи. Давайте начнем по порядку, скажите эти сюжеты, где он учился и как он попал в Париж, где стал известен на весь мир. Где-то уже в 14 лет он появляется в Минске, тут обучается в художественной школе Крюгера. Мама дала ему деньги и Хайм переехал в Вильню. Со своим другом Кремнием эта школа была связана с именем такого большого, ну, по тем временам живописной, и руководителя этой школы Ивана Трутнева. Ну, а в 21 юноша решает уже переехать в Париж. Именно там он состоялся как великий художник. Начиная с года, когда он уехал с Вильнюса в 13-м году, и до 15-го не находят ни одной работы. Только в 15-м году разникает работа, и они уже свидетельствуют о его таком состоявшемся таланте. То есть мы можем говорить о том, что это действительно парижский художник, но это художник Литвак. Он вобрал всю историю, всю боль своего народа и представил ее непосредственно уже за границей. В то время Париж был центром притяжения многих художников, и первые 10 лет Хайм жил в бедности. Ему было очень сложно, потому что именно в те времена в Париж съехались около 40 тысяч художников, и каждый мечтал о славе. И Хайму все-таки удалось поймать удачу за хвост. Действительно состоит уникальность мастерства Сутина, что среди вот такого количества художников, десяток тысяч, он был обнаружен и стал знаменит в течение каких-то там недель. Когда его непосредственно работа купил один из больших коллекционеров уже на тот времени, это американский врач и одновременно коллекционер Барнс. Вот он сразу приобретает 50-е работ Сутины, и на следующий день весь Париж бурлит. Живопис Сутина действительно уникальна в определенном смысле слова. Его нельзя причислить ни к той школе. Вот как яркого представителя этой школы, он где-то, как любой гений, остался посередине. Он не примкнул ни к одной из них, вместе с тем, по большому счету, он не создал такого широкого явления своих последователей. И поэтому, вот знакомясь с различными произведениями художников тех лет, он бесспорно ярко себя проявляет в своем таком уже мастерстве. Автопортрет в зеркале. То есть это Сутин сам себя так изобразил, и мы его посадили за стол, вернее, вместе с известной картиной, которую знают все в Беларуси. Это Ева. Она единственная, одна из немногих портретов вот таких картин, которые Белгоспром когда-то привез. И она является, ну, в общем-то, известной живописной такой работой портретной. Миллион восемьсот пять тысяч долларов, да. Еву он рисовал достаточно много, порядка двадцати работ, связанных вот с вот этой женщиной. Наверное, она имела отношение какое-то к его творчеству и его личной жизни. Но в нашем случае она имеет отношение к тому, что мы хотим подчеркнуть вот эту Еву, которую все знают, что она непосредственно с Сутином, а не за столом. И здесь тут, если мы видим элемент натюрморда, это тоже сутинских работ. Яблоки и тарелка. Это вот Сутиняда. Это знаменитый его друг здесь присутствует уже непосредственно, Модильяне, пришел к ним третьим. Уже вот они пересели по-новому. И здесь мы наблюдаем следующее. Опять картина натюрморда Сутина. Это связано с его гладиолусами. Модильяне любил, в общем-то, достаточно шумные компании. Был всегда на веселе. И вот здесь тут уже с натюрморда другого Сутина и есть. У нас уже бутылка вина. Когда мы познакомились более глубоко с этим художником, мы поняли, что он чрезвычайно популярен на Западе, во Франции, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Он является, можно сказать, мэтром экспрессионизма американского. И в этой связи, знакомясь с его работами, мы обнаружили для себя такое явление, что он покинул Родину, больше никогда не возвращался в нее. Создание такого фантастического рассказа, фантасмагорического, можно так сказать, рассказа, связанного с его возвращением на Родину, где бы вот его работы, то есть его персонажи, которые он рисовал в своих картинах, то есть портреты его, стали бы его сопутчиками. Вот они заходят, его попутчики заходят в храм, непосредственно это подчеркивается, его принадлежность Литвакам. Поэтому вся выставка у нас и названа «Легенда Атлантиды Литваков». Каждой работой нашей, мы, обратите внимание, есть небольшой планшет, который рассказывает, какие сюжеты легли в основу, какие работы Сутина легли в основу данного нашего сюжета. То есть мы видим, это дети в Грозуево, в данном случае мы их поместили непосредственно на еврейское кладбище. Это уже он находится в Смиловичах. Следующая работа, это знаменитые певчи, где они стоят непосредственно у могилы родителей Хайма. Это мать и отец. И здесь надо заметить следующее, что много ошибок есть в литературе по поводу того, что они где-то погибли в войну. Они умерли в 1932 году. То есть ради чего приехал Хайм? Он приехал на могилу своих родных. И вот на этом еврейском плацбища похоронен его брат родной, который тоже был назван матерью Хаймом. И вот когда умер этот маленький его брат Хайм, в честь его мать назвала второго родившегося Хайма Сутина опять Хаймом. На памятнике Хайм. То есть вот эта история, название, вот история самой жизни Хайма. То есть он был назван в честь умершего ранее брата. Я думаю, что он добился такого признания достаточно быстрого, хотя говорят, он голодал, действительно голодал. Немного голодать пришлось, порядка 10 лет. Это действительно было так. Но полагаю, в первую очередь, он знал себе цену. Все-таки он говорил о том, что я стою и Пикассо, и Модельяне, и Шагало вместе. Я их круче и лучше, понимаете? То есть вот это его была такая оценка. Хотелось бы узнать какие-то детали из жизни Хайма Сутина. И вот давайте пройдемся еще по выставке, и вы расскажете. Вот я вижу интересные валенки из мизоческой фабрики. Это, так скажем, десятый сюжет, который лишь подчеркивает, что Хайм у себя надеялся своими путешественниками. Вот очень интересный сюжет одиннадцатый. Начало, истоки такого вот взаимосвязи с одним из очень тоже ярких художников, тоже экспрессионистов, это непосредственно с работой знаменитого Мунка. Мунка – это крик. Вот если вы обратите, мы вот эти две работы, вот его сам непосредственно сзади, на заднем фоне мы видим крик, а здесь молящийся, тленность бытия. Ряд работ, это, по-моему, их девять работ, ярких таких работ Сутина, был посвящен именно вот этому, вот этому письму, связанному с изображением туш. И это одни из самых дорогих картин Сутина, где изображены вот эти бычи туши. А почему именно бычи туши? Это странно? Да, странно, но мы находим в этом направлении, в этой тематике его глубокие переживания из детства. Это как бы представляется нам. Связано с тем, что он был свидетелем вот тех еврейских погромов, которые наблюдались в тот период жизни, когда он проживал этих всмиловичьих. Существуют различные рассказы, бытуи-то рассказы, как вел себя отец, спасая своих детей, в том числе Хайма Сутина. Он их прятал, разрывал подушки, перьями рассыпал по этому самому подвору, обрезая курицы головой, делал вид, что тут уже прошел погром, чтобы оставили вот эту семью в покое. Это на маленького Хайма имело такое сильное впечатление, и поэтому у него такое преобладают красные тона и так далее. Интересная работа, которую мы представили, ее как демиур галактики бычьих туч. В принципе, считается, что круче Хайма Сутина бычьей тучи никто не изобразил. Внизу мы видим Хайма, а вверху над ним того мясника, который когда-то так напугал Хайма. Понимаете? Вот эту вот галактику, он создал этих бычьих туч. Здесь мы наблюдаем очень тоже интересная работа по одной из последних «Дорога-вечность». В основе этого сюжета лежит его картина «Дорога в Канны». Это вот такая вот красная лестница. И по этой дороге присутствуют те герои, которых мы наблюдали в процессе на протяжении всех 15 сюжетов. То есть мы наблюдаем здесь в этих 15 сюжетах рассказ о том, как бы Хайм приехал, что бы он увидел на родине, и как бы его принимала родина в своей памяти. С началом Второй мировой войны в 1939 году во Франции начались антисемитские настроения, и Хайму пришлось прятаться в деревнях на юге Франции. В 1943 году у Хайма открылась язва желудка, и по дороге в Париж на экстренную операцию он умер от перитонита. На Монпарнакском кладбище художника провожают Джан Кокто, Макс Жакобс и Пабло Пикассо. Именно так завершилась судьба известного живописца Хайма Сутина. Работа его стоит десятки миллионов долларов. Он не так раскручен, может быть, не такой брендовый, как, скажем, наш соотечественник, тоже знаменитый, Мэтр Шагал. Но лишь по одной простой причине у него не было наследников, он жил, жизнь у него была такая достаточно скрытая, он сторонился людей, и вот эти все обстоятельства, они наложили отпечаток и на его работу. И он очень достаточно рано умер в 1943 году. Олег, и в завершение, какие у вас ближайшие творческие планы? Куда бы вы хотели поехать с этой выставкой? Есть ли какие-то уже предложения? На сегодняшний день, скажем, мы имеем ряд отзывов со знаменитых музеев мира, в частности, еврейского музея на Манхэттене. К нам обращаются коллекционеры Хайма Сутина, они, в общем-то, говорят, что это уникальный сам по себе рассказ. Работы в камне. Это мрамор, оникс, кварцит, потому что мы непосредственно сами и эту технику как бы пришли к этой технике, прожив в камнеобработке, проработав в творчестве более 30 лет. Естественно, нам хотелось бы показать наши работы по всей Беларуси в первую очередь, чтобы действительно наши соотечественники шире и глубже узнали Хайма Сутина, не только по его знаменитой работе Евы, а ряда других работ, о том, как он жил и так далее. Всю историю жизни. И, естественно, хотелось бы показать наши работы за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова